здравствуйте люди я надеюсь это видео потом переведут людям из других стран прошу обратить внимание всех ученых нашей планеты в моем понимании всей галактики и даже нашей вселенной я сейчас объясню вам то что является на данный момент загадкой для вас номер один это и ты я там тот ответ который вы ждали тысячи лет понимаете компьютеры windows ваш компьютер это подобие нашей галактики жесткий диск и когда-то земля была плоской все по подобию божьему и каждый человек член общества понимаете то есть это есть матрица и понимает я вам объясню то что ваш компьютер это один миллипроцент от того мира где мы с вами живем где мы рождаемся и умираем мы обновляемся как и программы понимаете человек это биоробот наш мозг работает на 10 процентов для себя и на 90 процентов он работает на матрицу матрица система звездная система все систематическое я объясню то что мы живем матрицы это есть симулятор самое плохое понимаете в нашей жизни что отсюда нет выхода из нашего мира из этой галактики понимаете даже ты найдешь выход из галактики только если ты найдешь вход в другую галактику есть переходы и тому подобное понимает но обратите внимание какова наша жизнь на самом деле когда мы смотрим в компьютер мы видим что мы видим монитор ноутбук микросхема материнская плата жесткий диск и тому подобное мы не понимаем как в таком маленьком по помещаются так много 64 гигабайт когда-то первый был компьютер от microsoft допустим жесткий диск он помещал всего лишь 20 гигабайт это был жесткий диск 20 гигабайт сейчас 64 гигабайта около 100 помещаются микро накопитель переносной то есть как мы ему как вам это нужно объяснить что наш компьютер это наш компьютер это подобие нашего мира наш компьютер пока это всего лишь один миллипроцент происходящего настоящего вам говорили в телевизоре ваш бог телевизор постоянно вам намекают на то что вселенная расширяется расширяется вселенная появляются новые галактики понимаете новые компьютеры интернет интернет это есть параллельная вселенная но бесплатный сыр только в мышеловке и достать тебя будет потом оттуда некому давайте не будем а ужасно да и марачно просто разберемся в происходящем где мы на сами находимся понимаете все вот эти ресурсы все ресурсы по идее компьютер и человек это совместительные совмещать компьютера и человека посередине получается обмен веществ не только информации обмен сфер люцифер люди цифры сферы цифровая машина аппаратура обмен веществ между человеком и компьютером посередине появляется киборг то есть человеческие мысли и возможности машины не забывайте что есть параллельные вселенные это тоже самое есть интернет понимаете есть домашний интернет есть военный интернет понимает и каждый интернет в котором несколько понимаете тысяч галактик то есть компьютеров подключены миллионов миллиардов то есть вселенная состоит из галактик и она постоянно расширяется на планете допустим 8 миллиардов человек скажем проще говоря из 8 миллиардов у нас на планете 3 миллиарда компьютеров которые работают круглосуточно не считая режим сон что такое режим сон если по подобию человек когда спит он видит сон его мозги работают но когда человек спит то есть вы если вы люди конечно я вам объясню когда человек спит он не понимает происходящего то что он видит это во сне он думает что он наяву то есть наша система не дает нам понять во сне что мы видим сон мы воспринимаем это реально мы не замечаем каких-то недостатков которых нет в жизни и понимая то когда мы просыпаемся мы понимаем что это всего лишь иллюзия всего лишь сон но когда мы спали во сне мы этого не понимали что это сон эта часть системы повторю еще раз ваш компьютер а вы далеко не знаете какими очень сильными и страшными силами понимаете знаниями и механизмами обладает ваш компьютер это один миллипроцент от настоящего мира почему нет выхода из этого мира потому что из компьютера даже если выйдет программа она не сможет здесь обеспечивать свою жизнь и она даже если выйдет она будет вынуждена вернуться обратно понимаете да что такое измерение наше измерение равносильной радуге радуги после дождя после грозы каждый цвет это равносильно какому-то измерению с одной стороны если инштейн заявляет что вся вселенной одно энергополе то если разобраться то и все вселенные тоже являются одним энергополем то есть выход у нас есть и он нас такой что он равносилен тому как выход есть у программ как программы обновляются с помощью интернета из одной галактике вашу то есть из базы обновлении из компьютера допустим сервер это как фильтр а за сервером и есть ее скайнет скайнет она моя скайнет мужского рода все по подобию сатана и сатана понимает мужское и женское начало наша смерть порождает жизнь то есть мы живем после смерти то есть на самом-то деле вы не попадаете в рай или в ад но оно происходящее может быть не лучше и не хуже истина такова что после смерти ты рождаешься заново но где родишься ты если пришел спаситель из мира понимаете человеческого где живут достойно и хорошо если ты не попадешь к спасителю глаза информационное поле телепорт телефон телевизор телепортации информация программирование телепрограмма понимает это все есть энергия вся вселенная одно энергополе и этот механизм понимаете он живет нами он живет вами наша выработка боли наша вы выработка оргазма удовольствие смех это все выработки когда вы чего-то достигает достигаете хорошего она всего лишь проходит сквозь вас вы это чувствуете но она проходит сквозь вас она уходит понимаете как интернет по вай-фаю потому что это все одно энергополе за плохое свое деяние в жизни ты можешь родиться даже не человек ты можешь уйти во благо человеку если ты пользовался допустим чужими ресурсами воровал и воровал немало и воровал у кого-то ты можешь просто родиться свиньей и можешь постоянно рождаться после забоя опять вот и свиньи это равносильно тому то есть некоторые программы удаляются понимаете а другие программы хорошие они обновляются вирус портит программы в компьютере есть черви есть троянские шпионы допустим они могут являться нво черви которые понимаете они пожирают что программы как вас пожирают другие люди обман понимаете и тому подобное в свое благо чревоугодие понимаете что является грехом пойдем дальше ваш компьютер это один миллипроцент это миллисекунда самое минимальное время это миллисекунда в другом измерении ваша миллисекунда будет равняться секунде и у них еще есть миллисекунды они не умнее вас они всего лишь у них другой временный оборот понимаете как исчезает летающие тарелки все программисты могут и умеют устанавливать программы но никто из них на самом-то деле не знает как и что и где и почему и откуда стоит перед вами компьютер как он работал что у нем находится чем живут эти программы что такое сайт что такое сервер и что такое sky net sky net у вас на планете является не милипроцентом а одним процентом 100 компьютеров в одном но это имеется в виду не в сто раз больше экран понимаете не сто раз больше объем он сто раз сильнее от этого милипроцент то что вы имеете у себя дома вы получаете от милипроцента не более от милипроцент от милипроцента еще милипроцент понимаете то есть этот милипроцент что вы имеете и вы с этого милипроценты а имеете так сказать одну сотую часть не более одной десятой потому что вы на самом-то деле не знаете что кто и что перед вами понимаете что такое компьютер программист это установщик понимаете а все остальное пришло на землю много из других измерений понимает измерение времени у вас минута там час у них все просто быстрее если у вас временной провал и вы думаете что-то гуманоиды это могут быть тоже люди просто вы ваше время и ваше измерение времени на одинаковой скорости у нее если совместить измерения то с этим то они будут 60 раз быстрее в этом измерении понимать и sky net всего лишь один процент и все это и так идет как часы миллисекунды секунды минуты часы понимаете сутки неделя месяц год вы ничего не измените это механизм эта машина и тот мир в котором мы находимся на самом деле он является стопроцентной силой примеры элементарный фильм матрица перерождение инкарнация душ вспоминаем когда мы открываем глаза после рождения в первый раз во второй наш интеллект он чистый то есть душа чисто она и сейчас ваша душа такова какой она была при рождении если разобраться с одной точки зрения если не считать все ваши знания и жизненный опыт то что вы получили понимаете то есть лист чистый лист он состоит из бумаги это все не бумага это все машина это все матрица когда ты умираешь этот лист опять обновляется он опять чистый и вы начинаете опять заполнять свою тетрадь вам придумают все веры богов и тому подобное как цвета радуги будда иисус аллах и тому подобное это все есть но это лишь цвета радуги которую вы видите в своем компьютере понимаете в этой матрице мира силу и подобие всего миллипроцент это ваш компьютер который перед вами не вы на него смотрите или в него а он на вас у вас идет обмен вещей понимаете пересечение параллельная вселенная это может быть интернет и параллельная вселенная это другое измерение потому что это другая вселенная она параллельная все вселенные все вместе это одно энергополе это есть интернет и все вот эти галактики Интернет, если честно, он есть даже в электричестве. Ваши души после смерти могут попадать в мониторы, в телевизоры. Потому что электричество притягивает субстанции. Понимаете? От него очень трудно оторваться. Он притягивает что? Живое. Ваши души, они живые. Тело, это лишь телесная ваша масса, которую вы можете вырабатывать. Либо оргазм, либо боль, либо пот, либо биотоки и тому подобное. Очень много массы всего. Ваши импульсы мозга, реакции, психология, понимаете? Страх, улыбка и тому подобное. Это все энергия. Это все выработка чувства. Каждое чувство в вашей клетке мозга, это является энергетика. Это своеобразный энергетический заряд. И выход здесь есть, понимаете? Потому что то, что происходит в вашем компьютере, то есть в этой галактике, это беспредел. Вот почему вы всегда ждали спасителя. Понимаете меня? Я надеюсь, вам не надо объяснять дальше, если я скажу, что глаз и око. Око, почему Люцифера? Люцифер. У вас это ангел, нарисованный с крыльями, который падший. Но вы живете в пиратской винде. И Windows форматируется. Когда ты форматируешь Windows, ты это делаешь быстро, тебе так кажется. Но там другое измерение. У тебя, допустим, секунда проходит, пока ты форматируешь. А там проходит минута. Там проходит, когда ты форматируешь Windows в компьютере, там происходит апокалипсис. Там происходит конец света. В твоем компьютере, но ты не понимаешь этого. Мы все не понимаем этого. Я говорю вам это. Когда ты устанавливаешь Windows, а если он у тебя с вирусом, он сразу же будет вот такой мир в твоем компьютере, если Windows с вирусом. В каком мы сейчас находимся. Понимаете? Но приходят антивирусы, понимаете? Спасители мира всего. 9-1-1. И работает звездная система. С подачи другой галактики. В эту галактику. Но ПК это всего лишь 1 милипроцент. Скайнет всего лишь 1%. А живем мы в 100%. Понимаете? Это не объяснить все словами. Понимаете? Но это факт. Я вам объясняю еще раз. Даже если вы не видите мою магию глаз. Это иллюзия. Это есть иллюзия. Шизофреники не видят иллюзию. Потому что основная шизофрения на планете Земля от вируса, с которым загрузилась ваша галактика. Основная шизофрения здесь телевизионная. Почему дети видят все мою магию глаз? Это иллюзия. Потому что дети целые. Это не прожженные, понимаете, листы бумаги телевизионным лазером, понимаете? И облучением спутниковых серверов и тому подобных. Скайнетов или скайнетов. Если даже вы не видите, у вас есть душа. Вот почему я пришел сюда. Вот почему я в интернете. Я в телевизоре еще должен быть везде. Потому что я ваш спаситель. Тот, кто вами управляет. Тот, кто вас заставляет. Он где-то там в параллели, в другом измерении. Он вас обманывает тем, что вы идете за что-то, на что-то, понимаете? Но делаете то, как угодно ему. Распространяйте меня по всей планете. Распечатывайте бумажные фотографии. Они работают так же, как в интернете, на фотобумаге. Мои глаза. Потому что мы все живем в интернете. Мы все живем в компьютере. Вот почему моя магия глаз, точнее иллюзия, работает на фотобумаге. Тут другими словами это все не объяснить. Галактика, галлюцинация, иллюзия, иллюзион, понимаете? Галакси. Я сын вселенной, понимаете? Чистой и хорошей вселенной. Вот почему у меня такие проблемы в вашем мире. Потому что Windows, который установили здесь ваши боги, он на самом деле пиратский и с вирусами. Но то, что вы видите, это 1 милипроцент. SkyNet 1%. И что такое 100%? Ведь это то, что я всего лишь рассказал, это всего лишь является маленьким намеком в косвенной форме. Все остальное вы дорисуете сами, если у вас есть мозги, которые работают у вас, для вас на 10%, а 90% во благо галактики. Все галактики, они во вселенной. И как есть интернет, понимаете, так есть черные дыры, переходы из этой галактики в другую. Но кто его знает, куда и кого может занести, понимаете? Потому что не знание есть тьма, а знание есть свет. И несущий свет – Люцифер. Люцифер. Это знание, понимаете? Объяснение и спасение, потому что он является богом. Я есть око Люцифера.